Все, пошла. Заряд пошел, и кратуры светятся. Александр показывает, как буквально за 10 секунд ставит на зарядку свой электромобиль Nissan Leaf. Авто мужчина год назад пригнал из Японии. По его словам, хоть по стране восходящего солнца машина пробежала не одну тысячу километров, в Сибири себя она чувствует замечательно. Проехать без подзарядки может больше 100 километров, а ухода почти не требует. Не требует абсолютно бензина, мне не нужно тратить деньги на это, не требует абсолютно никакого обслуживания. То есть ничего не нужно делать, меняю шины и все. Обыкновенный ремонт, как у обычной автомобиля, только подвески. То есть автомобиль абсолютно такой же, только в нем отсутствует ДВС. Да и ценник, как у бюджетной легковушки, 600 тысяч рублей. Однако основная проблема у электромобиля – разряженный аккумулятор. Без заряда на нем путешествовать можно, разве что на эвакуаторе. И если раньше приходилось планировать маршрут так, чтобы вдруг не встать где-нибудь посреди дороги без энергии, то теперь передвигаться будет легче. Будущее уже рядом и теперь в нашем городе целых три электрозаправки на ЖД вокзале, на предмостной и здесь на шахтеров. Достаточно воспользоваться специальной именной карточкой и заправляйся сколько хочешь совершенно бесплатно. По данным организации стран импортеров нефти, к 2040 году каждое третье авто будет ездить на электричестве. Инфраструктура в нашем городе к этому только подталкивает, ведь с нуля до 80% электрозаправка заряжает аккумулятор всего за полчаса. Статистика последних лет подтверждает – количество авто, которым не нужен бензин, растет в Красноярске довольно быстро. Когда мы начинали и планировали к установке три электрозарядных станции, у нас была информация, что в городе Красноярске зарегистрировано всего порядка пяти автомобилей. На сегодня к нам уже обратилось, причем приходят автолюбители с документами, подтверждающими 13 автолюбителей. Сейчас в мире 2 миллиона электромобилей, только за последние 4 года их число выросло в 10 раз, поэтому задуматься о покупке электрокара можно уже сейчас. Ведь экологичный транспорт особенно актуален для загазованного Красноярска, тем более, что в планах у строителей электрозаправок еще несколько станций. Денис Козлов, Михаил Зинкевич, Новости ТВК.